так как дела пойдет нормально можешь придвинуться там она не попадая к сесть как просто ближе раз-два-три короче у нас типа повторение истории сигаретами еще один это опять это взял сигареты да но муж не значит казаченко не дама слышали заходили там охрана заходила и ясно четко дал понять что и как то есть если кто-то что не понимает я здесь я все понимаю день нахожусь ну что можно делать что нельзя почему кто-то так добрый еще раз у нас типа версия 2 я запись не включил пропали эмоции короче у нас повтор ситуации сигаретами другой военнопленный точно так же воровал сигарет расскажи что ты только что рассказывал еще раз заходи в охрана после того случая дали всем понять четко ясно что может произойти и что происходит вообще что делается то есть многие услышали я понял что многие понимают что мы в плену находимся что может произойти как происходит там тоже кто где нахожусь слышали все это и почему это опять происходит но я не знаю у каждого своя голова на плечах а вы сами без охраны обсуждали тот случай ну там много конечно есть кто сидельцы кто мобилизованные добровольцы разные мнения то есть какие по рассказу какие в комментариях там наваливали тоже кучу разных не ну кто-то хотел там его побить кто-то хотел там еще что-то сделать поэтому если есть обиженные там нас которые с низким социальным статусом то есть туда положить его ну в конце концов там я говорю надо никуда уложить то есть ну то что он сделал это но он сделал там не нам вправе вот там судить это не зона ну зашла охрана и всем сказала что он поедет туда где с низким социальным статусом находятся и его положили туда и сказали что он спал там то есть что он сам говорил что ему стыдно там что он дам жалеет обо всем этом что там кому-то бы там эта сигарета хватило кто-то об этом покурил ну жалеет говорит об этом он не пробовал типа отмазаться что мы же враги это не в западном но я не слышал мне так не говорил вообще сейчас когда его там положили к этим людям он вообще ничего не говорит находятся кто окончательно решил положить его туда но старший охраны у нас выяснилось что есть еще один чувак кто в этой войне победит перед бомбом все чисто ну да я увидел сколько что 2 или там пачку 4 2 полных сигарет и 2 просто слишком ловкие руки карманник наверное какой-то я не знаю но у меня своя голова там у него свои своя голова ли голову как назвать это перед этим или после этого случилось я не знаю после этого случилось сегодня об этом тоже разговаривали пацаны которые говорили надо это делать что может война что может произойти тут все может произойти с и там со мной много что же вообще происходило и я не знаю что по этому поводу сказать наказывать точно наказывать то я же не принимали я вообще как бы ну за кого-то отвечать как бы нету за кого-то отвечать такую групповых наказаний как у вас делают не бывает просто но после вчерашнего разговора я не знаю что может ну у старших какое мнение получится это же не нормально ну конечно но опять же говорю кого-то в голове какие-то мысли там это делать вас достаточно тут кормят при недостаточно прошлый раз подняли тему что друг у друга были ситуации когда хлеб там воровали сахар почему это происходит и как тогда вычислили и что-то доделали потому что я так понимаю что администрация проекта не знал ну увидел был здесь парень один увидел что он другой лес чужую коробку когда тот спал я тогда был раненый болел лежал там не укола красную чуковолию он там взял хлеб сахар там у другого пленного то есть побили за это потому что много осужденных было осуждены его губили ну зачастую осуждены и били здесь потому что есть много осуждены которые как-то гражданские люди более ну знаю там что она крыса и крыса там зачастую но в тюрьме более по-другому к этому относятся и подходят а тот кто украл он был зэком или обычным зэком был тоже зэком тоже зэком то есть кто здесь был но гражданские не трогали зачастую осужденные трогали но они на они наверное в лагерях были крысы большинство кто так делает они и лагерях крысят ну это как говорят в лагерях ну я не знаю но если жилка и то есть она есть жилка то есть где было небо в плену на войне там в окопе не знаю короче комментарии там разделились рашики пишут что для меня тот чувак первый который воровал что я для него враг поэтому урага воровать это не в западлов прокомментируй эту штуку ну я не знаю прокомментировать люди разные пишут я в плену я не буду здесь ну в плену это война тот человек который дает комментарии находится в плену но он не понимает где это враг а ну враг враг конечно в плену здесь война идет но здесь касается жизни не знаю ну не понятно что можно произойти здесь вообще в общем все я лично не собираюсь ничего не потому что я понимаю что это плены какие-то комментарии там он пишет этот человек будущее если будет плену все пускай украдет у врага я тут сам в этом месте сейчас сижу рассуждаю получается при любом раскладе из того что я понял и со слов опытных сидельцев воровать это равно крысятничать и нету варианта точнее нету разницы у кого ты воруешь у своего или у чужого потому что это считается крысятничество у меня есть еще комментарий одного такого матерого за который нам вообще популярную разваливал взято давно было возможно кусочек я вставлю мои мысли правильно или нет что крысятничество ну в принципе ли моя история ну в общем если крысятничество то конечно она но крысятничество есть крысятничество как бы просто тут враг тут как бы ну а то образно взять слово крысятничество и то есть на крыся его по-другому нельзя мы сейчас попросим чтобы привели точнее я попрошу чтобы привели попробуем вместе повторить эту историю поговорить что он скажет здесь сейчас будет пауза представьтесь пожалуйста к жену сергей борисович есть мысли чего мы здесь есть хотел подойти сказать ну вот но не подошел и не сказал виноват не отрицаю виноваты не подумаешь все сделал сколько штук внутри как этот поступок называется плохой не плохой это понятно что не хороший да мне вообще не видно ты когда у меня воровал я не видел понимаешь чем прикол записывала камера разбитого самсунг разбитый телефон и ты реально думал что этого не увидит никто но ловко до показать как это со стороны воды да не надо не надо админ сказал дословная цитата наш админ этому руки по плечи отрубить лично мое мнение можешь это сказать в интервью что админ сказал только так как это называется на тюрьме или это не крысятничество но обоснул может в твоем понимании это не крысяче не отечество я по идее твой враг да теоретически не враг хорошо если я не враг то у меня можно воровать нет нельзя сколько ты отсидел всего 19 расскажи пожалуйста про пять случаев что делали у тебя пять топовых историй что делали на колония там где-то отбывал срок за грасяничество ну избивали рукам беля избивали по рукам беля а еще что но убивать не убивали не убивать не убивали его никто не разрешит он друг друга убивать потому что нужны как обменный фонд понятно избивать вам вам тоже не разрешат друг другу потому что у вас чинить потом надо медикам есть чем заняться это кстати просьба будут военных они отдельно будем в администрации вы там друг друга его не начали сейчас воспитывать что еще делали по рукам бели избивали избивали опускали не за это не пускаю чего некоторые говорят опускают может разные регионы были в каком регионе я был и в иванове и в мурманске и старопольском крае когда выяснила ситуация с первым кто воровал что-то стоял чувство что я не бил что я дурак за чё ты сразу когда про него говорилось не сказал что я точно так же поступил я даю верняк что это бы совсем по-другому бы закончилась мало того твоя фраза хотел подойти не подошел но вы тогда дверь закрыли я по разу 10 проходил я хотел найти это вчера тот кто хочет тот заходит тот кто хочет обозначающую хочу поговорить там туда-сюда я думаю вы будете вызывать тут на интервью а вы уже дня три или четыре никого не вызывали а вчера и позавчера я вот я вас увидел и потом у меня хранит обратно и набрал о отмазки да не это не отмазки действительно ну если я не враг то твой поступок в чистом виде окрасить потому что под комментариями под видео того предыдущего тут будет ссылка где-то я не знаю где по-моему появится там типа некоторые с твоей стороны срабзи рассказывали что он нормально поступил потому что ты для него враг а украсть урага это типа чуть ли не героический поступок героический поступок не это плохой поступок выбери для себя наказание но мне чисто интересно и он естественно никто не будет исполнять мне чисто интересно я не могу себе такое сказать чего не сказать вы не ну как бы ты считаешь было справедливо это не ну понятно но я желала у нас был за это дали бы и чтобы потом хороших поломать тебе руки но лишь его потом тебя лечить такая история у нас война и медики занят не давать и заходишь можешь обратиться что-нибудь сказать потому что история такая если что хочу просто извините искренне извинить искренне извиниться как все просто и легко когда ты курил эти сигареты потом тихонечко один даже ни с кем не поделился вот это уже по моему крысядничество на в неравном бою добыл сигареты и короче не поделился еще никто не видел что ты куришь что ночью было туда тогда все спали вы короче тормозите когда ходите сюда короче тебе скажу тут эти сигареты тянут меня короче сюда вот это базар этот весь ненужный мне он точно не нужен 1 2 3 там еще что-то короче понимают и мягкой форме сказал то что хотел сказать ну да то есть беседа еще будет второй раз это тоже на этом заканчиваем короче админ как ты себя назвал не буду говорить кто я сделал то что ты попросил ты сам принимая решение выкладывать в том виде в котором или не выкладывать поэтому ко всем обращаюсь короче это в чистом виде крысятнический поступок воровать будучи в заключении а плен это все равно заключение то есть для зэка воровать это галимая история правильно независимо от того у кого воровать в администрации у других зэков или у кого-то другого правильно я понимаю или в администрации воровать это что было бы если бы ты например будучи у себя в колонии украл бы у конвоира какого-то там пачку сигарет закрыли в изоляторе администрация да а для зэков других чтобы это значило это был бы поступок красненько как крысятничество чего а чё другие говорят что был бы администрация там это одно а здесь это другой имеется ввиду вором у тебя на колонии воровать у тех кто тебя охраняют это как расценивается поступок влаги до книга книга его нормально у тебя мне же интересно про чесноку как это братья он говорил как она есть если в администрации нормально но кто-то ворует кто-то не ворует были случаи что за скале там сигарет из кармана ну кто-то нормально мусора там подрезать кто-то там не нормально считает то есть где я был там не вытаскивали сигареты то есть ну то есть пришел там были такие случаи вытаскивали сигарету стоматолога себе вытащили сигареты зажигалкой ну вызвали там братву все сказали что зубы лечит у него украли зажигалку чё это за отношение приходит крыся там не сигареты то есть это был херовый поступок ну конечно у меня же можно записать в ряды как стоматолог я же не администрации говорю там это одно я же не мент нет я по сути делаю благое дело вы связываетесь с домом даете интервью показываете что вы не 200 и по сути вам помогаю подрезать сигарету того чувака который помогает да это короче сто процентов вот этот пример привел лучше подрезать у стоматолога который приходит лечить зэков это типа для других зэков это голимая история сто процентов может быть у мента там опера украсть сигареты это типа нормально но тоже не думаю что везде это однозначно как нормально потому что скорее всего потом это сказывается на всех да да правильно я пришел к выводу что если потом или опер или зеленый или конвоир вычислишь у него языка подрезал сигареты то будет страдать там барак или там отряд да 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 и поэтому все остальные не поддерживают это чтобы не страдать картина маслом говорят все приходит кто истине которая на валях воровать это плохая тема воровать на заключение это плохая в два раза потому что ты получаешь себе статус крысы мало того ты еще можешь подставить других правильно а воровать у того кто приходит лечить языка или кто показывает какие-то хорошие делает поступки то это типа еще и западло поэтому мы как вдвоем там короче не знаю на руку короче чтобы это весь базар был здесь сначала один на туре 2 все вся это короче базарка здесь начинается не нужно все понимать мне а я так думаю когда был первый первый давал покурить с тобой не а первый сам тоже курил он не рассказывал что он украл сидит можно не типа ну понял первый пришел говорит я там подрезал сигарет типа нормальная тема есть что сказать добавить телефон обмену тоже хочу извиниться сказать что поступил очень очень неправильно есть такая возможность извинить простить сделал не подумавши по своей плохой поступок мало того ты понимаешь большинство комментариев каких было что вся сторона у нас такая открывая открываем ролик разбор по сигаретам часа сейчас прочитаю 55 комментариев которые набрали больше всего лайк дело не в сигаретах 3000 лайков делаем сигаретах в том как это было мерзко и не стоит обвинять дмитрия в жадность или в том что он он унижает человеческое достоинство если бы он попросил сигарету ему дали это был первый второй я читаю тупо под роликом пять первых комментариев которые набрать вы только представьте если они на камеру воруют сигареты то что тогда происходит в оккупационных селах и городах кстати прикольно я не читал комментарии еще не было времени дмитрия рад что в этот случай довели до логического конца такие люди не заслуживают никакого уважения вот вам еще одно наглядное доказательство что никто их в плену не бьет разве человек которого избивали и над ним в плену решили решился бы воровать сигареты так еще на камеру они от хорошего к ним отношения даже наглеют видимо нужно построже условия содержание чтобы даже не было мыслей воровать это кстати на тему того что скажется на всех но не сказала же на всех тот случай пока нечаясь люди пишут все правильно это тупо читаю комментарий он как минимум три сигареты спрятал дело не в сигаретах или видеть дело в их ущербности на короче не будем дальше продолжать по сути тема я считаю закрыта ну такая вот история напишите в комментариях можно у меня воровать или нет прикольный ты чувак короче ну вот этот от имени реально не догоняем нафига не ты можешь закурить пожалуйста нельзя ты курить еще просят это реально короче трешня жесть забыли для чего тебе даже накурился мимо не просить сигареты после того как тебе потыкали в тебя пальцем сказали что ты вор просим так что курик ранен на кого-то записать чё до них не доходит не знаю чё до них не доходит я думаю что он и у себя был крысой который крысит значит он скрысит везде люди которые за ними такого не было это мое мнение если у человека есть это делает если нет этого не делают ну короче среди языка это голимая история но это процветает не прям но это хотя нету не голода не холода но какие-то есть там ну нехватка заперти сидишь у соседа твоего точно есть конфеты и сигареты иди работай тогда там работа есть и прочим заработаю есть деньги где вода всегда можно заработать и купить а вот это если их смотри первого поселили к обиженным которые опущены и приезжали пленные он считается тоже уже обижены и чисто для себя короче поди ну не считается обиженный но в зоне это ненормально то есть автоматом он как обиженный становится короче автоматом уже обижены он сами за стол не садится обижены но нет конечно а вот этот которого за сигареты перевели но не за столом там у себя входки есть но так здесь как бы сейчас ну а если он вернется опять попадет на зону он должен будет сказать что он был с обиженными должен конечно но не скажет не скажет его в петушатник загонят не ну понятно а чё ты думаешь и потому что никто не проверит если это видео конечно увидит я думаю конечно его увидит уже вся страна то есть а если он а если он пришел сказал я не обиженная потом выясняется что он обиженный это по идее вообще жесткая тема да конечно из типа попал в хату к обычным мужикам потом спустя время узнается что он обижен это что вся хата получается обиженный но это как бы так по незнанке не канает но проблему башку пробьют ему хорошо за это за то что обманул типа мужиков ну да получается как чуваки могут проверить это потом мыслей короче вообще все надоело уже все эти крысы мысы петухи ну что еды не хватает все хватает все есть хлеб есть кормят все